Мощи. Опять-то это тема мощей. Опять-таки вас обвиняют в том, что вы не почитаете мощи. Правда ли это? Ну а как посчитать? Пусть они меня учат, как правильно. Может, неправильно я посчитаю. Ну вот вы прикладываетесь к мощам? Вы прикладываетесь к мощам? Вот, допустим, вы когда-нибудь прикладывались к мощам? Слышал, что Господь сказал. Прах ты в прах возвратишься. Это не одному Адаму сказано. И везде всегда было хоронили, хоронили, хоронили. Вот и все, больше не надо ничего. А я похоронить, оставьте мертвецам. Мертвецы хоронят, они духовно мертвые. А эти дважды мертвые, они раскапывают. Нашли нетленные мощи. Где нашли? Если у нас в России нашли нетленные, то в Греции три раза раскапывают. Если нетленные, значит грешник. Надо выбросить, он должен сотлеть. Вот они на правильной стоят. Он должен сотлеть. А здесь наоборот. Череп целует, он желтый. Это, ну что сказать, некрофилы. Больше никак. Если я где-то бываю, в монастырях там проезжаю где-то, есть мощь, я ко всем подойду и приложусь. Попрошу благословения. И когда были в Ростове-на-Дону, а у нас крещение было не по выдумке, а на тот день, какие в Святцах есть имена, а там были имена Иннокентий, Игнатий и Евтихий. И не родители выбирали, а кто крестил. И он взял Игнатий. А Игнатий это 28 мая, по-старому, по-новому 10 июня, ростовский митрополит Игнатий. Чудотворец. И когда был в Ростове-на-Дону, я все епархию поднял на ноги. Помогите найти его мощи. Я желаю там поклониться и спросить благословения. Это мой святой. Что не плавно, не родное я сделал-то. Все обыскали. Они посчитают и не знают, и не тоскуют. А я другой день начался, я опять на телефоне сижу. Так и нигде нету. Я понял, что нету мощей. Докараулили. А сегодня чемоданами везут кости. От кого берут? Раскопали одного. Где-то на кладбище взял, где чеченцы похороненные. С ума посходили. Как Андрей Кураев говорит, нанотехнологией уже занимается. Это микрон хоть один над святого ущипнуть. А то дикари так, когда съедают человека, и его храбрость перейдет в меня. Я молюсь каждый день. Я чту их. И почтение заключается в том, что я подражаю им. Вот и все. В этом заключается. Они отдали все для этого, и я желаю. И мне никто не скажет, что я что-то лишнее утащил, спрятал, не додал, или вот кого-то отнял. Мощи. О мощах. Больше не о чем разговаривать. А вот каждый храм должен на мощах мученика. А на каком у вас стоит? Вот им надо. Если мощи есть, то ты их проверял. Да можно сегодня сколько угодно. А дальше. Мощи, но не отрезаны от мощей. Мощами называется труп человека. Ну, вы трупом назвали? Ну, а как я могу назвать, когда он труп? Труп. Труп. Серфима Саровского. Нашли там где-то поручи, да в то время ничего нету. Обман один. Обретение мощей. Никакого доказательства нету. А как? А сойдут две маслины. И Антихрис убьет их. И трупы их бросит на улицах. Трупы. Еноха и Илья это трупы. А сегодня какая-нибудь Матрона это не труп. Ну, что играть-то этим? Труп каждый, кто есть. А мощи это каждый, кто умер. А не то, что он святой мощи его. Названия разные. То есть в Библии трупами называются даже святые. Вот пророк Илья. Вот трамяне апокалиптизе. И мы считаем это не просто так. Так а вот где будет труп, соберутся и орлы. Это о чем? А Христос трупом называет самого себя. Трупом называет. Раны у него, все. Где труп, соберутся орлы. Еще я буду отвечать на безумие. Все понятно. То есть, непонятно, да, получается, что кто еще больше почитает? Тот, кто говорит по слову Божьему, что нужно захоронить их толжественно? Или те, кто их разрубает? Я говорю, не пилить надо. Показывает, ноги отпилили, а теперь моет там, стоит, мывает вином. Разрешили. И там в бак с ведрами лезут, хватает. Куда? Ну, куда? Дома пить, там то другое, говорят. А что будет пить? Есть это, сколько угодно. Это все показано. Ноги с крючей надпилили до сих пор. Другой-то пробрался от Отмаленко Олег. Он образовал секта такая Иоанна Богослова. Что он придет. И он залез туда, два мешка их напилил за ночь-то. На утром-то кто-то пошел, увидел там, ну, в ночь этого не видел, покрывало сдернутое. Ну, его захватили. Ну, сколько было? Я как раз в Киеве был. Как раз в тот момент. А зачем? Но мощи, вот когда будут гнать, и мощевики надо делать, и надо антиминсы. Никто нигде, ни один святой, я об этой теме показываю. Антоний где? Нигде ушел, спрятался. Спрятался, чтобы не резали. Ничего не могли. Это сумасшествие началось. Это ни один, ни два. И которые запрещали, не вздумайтесь, что-то брать. Как Семен Столпник. Его патриарх, чтобы благословляться, руку положил. А он не следствует, так протянул руки. Знаете, я руку полагаю. Ну, где это видано такое? И когда умер, решил там волосиночку взять на память. И сразу гром и рука отсохла. У патриарха, от друга, положил на место, и рука сразу оздоровела. Они никогда не считают и не говорят про это. Притом у меня, я составил симфонию на житие святых. И там сколько их. И чтобы я умру, меня режьте. Нет этого ни одного. А запрещали все. Кто знал это? Обманщики. И неверующие, дикари. И я перед ними должен стоять и отвечать. Мужчеников сейчас нужно захоронить. Видимо, нужно было дать. Ну, мужченик. А сегодня не спрашивают, храм основывает, на каком мужченике. Я любую. Лишь бы отрезали и сказали, а проверить никак нельзя. Экспертизы не будет. ДНК не узнаешь. Обман. Все, спаси Христос Игнатихович. Идем дальше. Пусть на меня выходит кто. Я ему скину о всех святых, которые говорили, не трожьте меня. У меня на все, на все есть ответ. Потому что я занимался. И в общей сложности эти 12 томов, я все время слушал, не меньше 10 раз прошел. Потому что составлял симфонию, боялся как бы не пропустить. Нигде намека даже нет. Стефана в Новом Завете после сошествия Духа Святого и похоронили его. Все. Ну, намек хоть какой-то был бы. Раскопайте, оторвите руку, голову Иоанна Крестителя. А машинство сколько там? Восемь голов Иоанна Крестителя. Двадцать четыре руки насчитывается. Ну, неужели он такой был? Все понятно.